Разбираются в причинах трагедии на Иркутском авиазаводе. Там в результате несчастного случая в одном из цехов погиб 30-летний сотрудник. По предварительным данным, мужчина вместе с коллегами демонтировал стенд, на котором проводят испытания различных узлов и агрегатов самолетов. Оборудование находилось под высоким давлением. Как сообщает пресс-служба авиазавода, скорее всего, сотрудники предприятия не проводили необходимую подготовку перед началом работ и не снизили давление до разрешенных значений. Произошел хлопок, в результате которого двое мужчин получили тупые травмы живота и сразу доставили в больницу. О происшествии дежурный врач медучреждения сообщил в правоохранительные органы. В результате которого получили травмы два сотрудника. 30-летний мужчина скончался в больнице. Еще один пострадавший сейчас находится также на лечении в больнице, находится в удовлетворительном состоянии. Следователи следственного комитета опрашивают руководство предприятия, а также свидетелей произошедшего. По данному факту, следственным отделом по Ленинскому району проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 143 Уголовного кодекса Российской Федерации нарушением правил охраны труда. Разбирательство проходит и по факту авиационного происшествия, которое случилось в Иркутском аэропорту. Накануне столицы региона в поселок Магистральный вылетел вертолет санавиации. На его борту находились пять человек, экипаж и врачи. После взлета пилот обнаружил неисправность шасси и принял решение вернуться в аэропорт Иркутска. На земле аварийную посадку контролировали 86 человек. Приземление прошло успешно, а никто из находившихся на борту не пострадал.